Доброе утро, уважаемые друзья! Сегодня мы приехали на осмотр BMW 535 Gran Turismo. Хорошая комплектация, хороший красивый салон, но есть пару моментов, о которых я расскажу чуть позже. Пробег 112 тысяч. Продает официальный дилер. Машина прокурена. Пахнет в салоне. Не сильно, но есть. Далеко-далеко такой. 33 300 стоит машина. Краткий тест, сразу пускаем. Поехали, пускай читает. 33 300. 112 200, тут 313 лошадей. 2017 год, третий месяц. Расход 8 литров. Отлично. Индивидуал. Кожа Merino. Shadow Line она. Мертвые зоны датчики вижу. Охранная система автосалона. В автосалоне лежат. Вот это, я не знаю, заметит это кто или нет. Маленькая трещина. Это, кстати, болезнь у них. Luhuri. BMW Luhuri. Диски не поцарапаны. Разноширокая резина. Спереди 245-40 на 20. Run Flat. Кормоза огонь. Диски BMW Individual с крышечкой. Сзади, наверное, 275 стоит, да? 2018 год. Да, 275-35 на 20. Причем новая практически. Вот так вот, с арочками. Все круто здесь. Блин, салон офигенный. Чтоб не курили днем. Было бы вообще огонь, да? Бенконтулов сам. Ну и посмотрим. 135, 138, 125, 125. Передний бампер у нас красился. Оу, блин, ну он воняет, конечно, с паркурином. Сейчас багажник открыл, прям, сильно несет. Видел? Что тут возили? Фаркопа нет, да? Оу. Оу. Резина новая, говорил, да? Снаружи. Внутри нет резины. Жесть. Вот так вот. Не заглянешь под машину. Снаружи окей. Вот видишь, вроде подошел к машине с самого начала. Огонь горит, класс. Начинаешь присматриваться. Не так-то уж все и красиво. Хотя это мелочи все. 113 тысяч пробега. Так тоже работает. Вот это уже, по-моему, это не ототрется. Вот это не отойдет уже. Желтое. Этот диск красили. Хорошо покрашено. По-моему, это дверь крашена. Сейчас поверим. 126. 139. 219. Показывает. Дверь крашена и бампер передний. Бампер передний, он признался, сказал, что мы красили. Крыло тоже крашено. 162. Не много, но есть. Я что думаю, краска отличается. Здесь немного желтая такая, а здесь более белая. В общем, как-то так. Что у нас по диагностике? Электронная система управления дизеля. Ни одной ошибки за 113 тысяч. Ни одной. Зато в КПП осталось одно. Прям тихосмотр нужно сделать. Потом масло через 19 тысяч. Тормозная в 22. Чек 43. Тормозные колодки передние, задние 40 и 60. История обслуживания. Делали все вовремя. И красавцы вообще. Короче, у нас небольшие царапины по кузову. Мелкие вообще. Перекрашена дверь, крыло, бампер. Руль потертый. Тут все постирали, я бы сказал, вот так. Это уже официальный дилер. Смотри, оно даже не заржавело. О-о-о. Хуница, привет. Так удивляюсь, как будто первый раз вижу. Тут сухо. Подкапотка у него, конечно, в идеале вообще. Такое ощущение, как будто он зимой и не ездил. Обычно это все в соли, все ржавое. Вот я бы только его из-за подкапотного пространства взял. Ты его как не мой, все равно он там вот и внутри это все не отмоешь. Зара не было. Все спайки в оригинале. Фары у нас... Вот, 18-й год. У нас 7-го, 18-го. По точку. А, вот здесь вот видно, какая она грязная была. В этом месте. Тут не отмыли. Не открыли, сказали. Тут не надо. А тут у нас 16-го года. Значит, что? Значит, фару меняли. Значит, фару меняли. То есть тут поверхностное было. Крепление не снимали. То есть это одно крепление крыла, а там второе вон. И они не трогались, они не откручивались. То есть крыло красилось прямо на месте. А сказал только бампер. То есть что мы посмотрели? Мы посмотрели, билась ли машина сильная или нет. Ну, фару меняли. Видать, царапина была. И фару в Германии меняют. Даже если небольшая там, то лучше что-то будут делать. Цвет отличается однозначно. Крыло от бампера и от капота тоже. Ну, поехали, прокатимся дальше. За тридцатку бы взял, да? У нас машина окрашена на три элемента. Салон прокурен, прожженный здесь. Вот сюда он бычки кидал. Прям так покурил, трюк бросил. Там потухнет. Резина задняя нужна. Она не дешевая. Что еще? Ну, в общем, так. Вроде менее, более-менее чисто. Сиденья подкрасить. Ну, тут пробег как бы. Руль поменять. Это должен акцептировать. Фара Мини на 18-го года. В следующий раз, когда будут приезжать тебе, будут тыкать пальцем. Ага, она битая у тебя в ту сторону. Короче, не знаю. Такое. Не так, чтобы сказал сразу, беру все, моя. Ну, вот как-то вот. Я бы, наверное, посмотрел другое. По комплектации вообще просто. Вообще вопросов нет. Все есть. Круто все. Больше, чем даже, я считаю. Еще и панорама. Зачем она тут? И X-Drive еще. Ко всему еще. Плюс. То есть как бы, если человека не беспокоит, можно брать. Так, пуф-пол, сейчас дизель. Пу-пу-пу-пу-пу. Закончился. Я в спорт ее включил. Не чувствуешь спорт, да? Но все равно так. Мягко очень едет. А комфортно. Вообще плавать будет просто. Посмотрим, что скажет Диле. Ну, а мы едем на следующий осмотр. На следующий осмотр гольф. Гольф в 7. Сегодня целый день вы с нами. До гольфа нам нужно в Штутгарт. Мы сейчас поехали в Ланскут. Это в другую сторону. В Штутгарт же нам 3 часа. То есть мы на тройку. Пол бака солярки. И на месте. Ну, в общем, все окей. По техникам в порядке. Пара мелочей. Куница там грызунула. Ну, есть что делать. Не без этого. Не без этого. Я же говорю, тридцаточка и нормально. То есть я бы успокоился, да? Двадцать пять. Кто больше? Двадцать. Да, да подари мне эту машину. Разыграй ее. Ехали, ехали и наконец приехали. Прошло 3 часа, как мы доехали до следующего автосалона. И BMW мы решили не покупать. Пятьсот тридцать пятую. Отбой по ней. Клиент сказал, най-най-най. Машина хорошая, но не для меня. Поэтому ищем другой вариант. И приехали смотреть гольф. Гольф 150 уже рестайлинговый. Сейчас пойдем посмотрим. Продают его простые перекупы или простые дилеры. Да, пойдем посмотрим, что там. Был я в этой фирме уже несколько раз. На этой фирме можно купить из пяти машин одну. Поэтому сейчас посмотрим, как там состоят дела. Исходные данные автомобиля. Гольф 150 лошадей. Седьмой. Рестайлинг. 91 тысяча, 92 тысячи пробега. 17 270 стоит автомобиль. Пятого месяца 2018 года. Из первых рук лизинговая машина. Техосмотр до 2021 года. Один год гарантии. Продается фирме Autodeco. В которой мы купили одну машину из пяти. Курили. Сегодня день курильщика. А как они курили, если даже пепельницы нет? Прожег. Тоже прыжег. 91 тысяча. Массаж сидений. Она у нас не билась, не красилась. Мелкие царапины. Учитывая цену. Все хорошо до запаха и пару мелочей царапин там на капоте. Короче, у нас по машине только запах сигарет и все. Мелкие царапины. Сейчас еду на тест-драйв, посмотрим как едет. Там с левой стороны с коробки видно масло немножко подтекает. Ну такое запотевание. Оно не бежит, но подтекает. Ну как бы для меня, да, все нормально. Если вас не беспокоит, что здесь подкуривали так сигареты. И потом выбрасывали, не в затяг курили, то нормально. Ну короче, я сейчас делаю тест-драйв. Перезвоню вам, хорошо? Посмотрите, пожалуйста, еще все фотографии. Паспорт, не забудьте. Это мой последний. Последний паспорт. Я постоянно забываю в автосалоне. Приехал смотреть БМВ. Посмотрел БМВ. Выезжает с автосалона, домой приезжает. Такой, блин, паспорт у него оставил. Звони ему, говорю, отправляй по почте. Я туда точно не поеду за паспортом. Отправили по почте. У меня остался еще один. То есть международный паспорт, который берешь с собой в отпуск. Сейчас его пришлось отдать. О, электроника двигателя содержит неисправности. Насос-система заблокирован. То есть если у нас заблокируется насос-система охлаждения, а это было, по-моему. Был у меня на канале, я снимал вроде, нет, как я насос. Нет, по-моему, не делал. Но был у нас Golf GTD. И этот Golf GTD мы добавим в это видео, чтобы было вообще бомба видео. Доброе утро, уважаемые зрители. Сегодня у нас двигатель EA288. 2 литра дизель от Volkswagen. Проблема водяного насоса. Машина, когда едет на высоких оборотах, насос не справляется. Он клинит. И, соответственно, не дает столько давления, чтобы мотор охлаждался. Поэтому пришлось заменить один паразитный ролик. Второй паразитный ролик. И натяжитель ремня ГРМ. А также сам ремень. От Continental. Вот его мы и будем ставить туда. Volkswagen Center зарядил мне за замену только насосом. Вот этого насоса. Со старым ремнем, со всем вместе. Сказал, будет стоить 700 евро. Мне же обошлось вот это все. 160 евро. Два часа я потратил на то, чтобы это все разобрать. Ставлю это сейчас обратно. 20 евро, по-моему, стоил мне вот этот набор. Для удержания шкивов. И что еще купил? Ну, G13 для тасол свежий. Туда буду заливать. Чтобы грязь туда не лить. Вот так вот. Все разобрал. Сейчас ставлю все на место. Выставляю по точкам. И пошел снова ставить. Чуть ниже. Чуть-чуть прям ниже. Зафиксировал. Зафиксировал. Снизу зафиксировал. Все нормально. Снял. Сейчас откручиваю поразительные ролики. Один, вторую. Снимаем ремень. Достаем новый. Снимаем сначала насос. Вот он крепится здесь. И посмотрим, что у нас будет. На самом деле он или не он. Да, прикинь. Даже от кого у вас чуть-чуть. Или? А ну-ка. Оп. Вторая. А нет, ни от кого у вас так и есть. Ну вот, короче, по мануалу. Если это вот так, то это не кут. Должно быть вот так. И когда машина уедет, насос не качает. Хотя вроде все одно и то же, да? Смотрите. Тут ничего. Тут ничего. Почему так? Зазор небольшой. Зазор небольшой. Ты что, сократилась? Что с тобой случилось? Ааа. Я понял. Так. Поставил ремень. Все стоит. Все огонь. Новая помпа. Все затянул. Под моментом. Дальше. Натяжитель поставил. Осталось только два ролика. Пимс. Пимс. Ставлю их в последнюю очередь. Так удобней. Ставим все на место. Заводим и делаем тест-драйв. В принципе, все. Что тут рассказывать. Короче, когда у вас клинит, не термостат, а насос на этом двигателе, его нужно менять. И он греется. Следующего этого через 28-200. Учитывая то, что машина стояла на открытом солнце и воняла сигаретами, я думаю, ничего страшного не будет. Короче, вот так. Насос поменять и все. Ну, короче, все. Я думаю, брать будем, потому что тут, ну, по сравнению с 535, тут в лучшем состоянии, чем 535. Там курили прям жестко и прожоги жесткие, блин. Здесь не так все критично. Тут не битое, как минимум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова